Они пытаются развить приобретение некоторых специфических навыков, например, абстрактное мышление, чтобы ребенок мог думать абстрактно и критически в то же время. Оказывается, что у детей и даже у подростков нет таких навыков. Они не могут ни мыслить критически, ни мыслить абстрактно. И вот те люди, которые предлагают эту стратегию, они говорят, давайте мы их научим. А как мы их научим это делать, если в рамках современного образования и в общественной формации нет основы? Я не могу вам тут ничего сказать. Для того, чтобы ребенок начал мыслить по-другому, он должен иметь действительно проникающее интегральное зрение. Он должен смотреть сквозь природу в ее глубокие слои. Он должен видеть взаимосвязи между всеми частями мира. Он должен понимать природу людей, как они контактируют внутренне между собой, как передаются мысли, желания. Это следующий уровень взаимосвязи. Мы не будем все время сидеть на электронных проводах. Это все отживает. Нам необходим следующий уровень, тогда, когда мы будем связаны между собой непосредственно. Даже не с помощью всяких считывающих с головы устройств, а с помощью таких средств, которых не будет вообще в нашем механическом мире. Когда непосредственно мы сможем подключаться сердце к сердцу, разум к разуму. В один общий разум, в одно общее сердце. Будем таким образом чувствовать себя. Когда наша коммуникация выйдет на следующий уровень. Не через компьютеры и телефоны. Субтитры создавал DimaTorzok